Всем привет, меня зовут Анна Блок и сегодня мы поговорим про минусы профессии веб-ротработчик. У любой профессии, даже если нам кажется она идеальной, в любом случае есть свои негативные моменты, не так ли? Поэтому моя цель в этом видеоролике разнести в пух и прах это чудо-направление, в которое все так стремятся попасть. Поэтому, если тебе интересно, то продолжай смотреть. Итак, давайте начнем с первой причины, почему тебе не стоит становиться программистом. Конечно же, ты будешь очень много времени проводить за монитором, именно поэтому такие прелести, как синдром сухого глаза, красные глаза и ухудшение зрения, могут стать твоими спутниками. Кстати, кадр, который я показала, это реалистичный манекен Эмма, который специально воссоздали ученые для того, чтобы показать, что происходит с человеком, который 20 лет работает в офисе. И если мы говорим про офис, то это, конечно же, работа именно связана с сидением за компьютером. Но это, конечно же, не все прелести, которые вас могут ожидать. И далее я покажу еще один кадр, который уже связан со второй причиной, почему именно тебе не стоит становиться программистом. Как вы понимаете, сидячий образ жизни в целом может добавить немало проблем, а именно такие, как ожирение, остеохондроз, сколиоз и прочее. Конечно же, можно избежать данных явлений, если вы в свою жизнь добавите определенную физическую активность. Например, я работаю из дома, и первые два пункта точно относятся ко мне. Я постоянно провожу время за монитором, и у меня, конечно же, есть сидячий образ жизни. Но у меня есть несколько принципов, которые позволяют мне сохранить мое здоровье. Во-первых, я всегда делаю перерывы для того, чтобы сохранить свое зрение. Я посещаю спортивный зал. Также раз в три месяца я посещаю курс массажа. И четвертое, я сделала определенную планировку для того, чтобы мне было удобно работать. Теперь давайте плавно перейдем к третьей причине, почему тебе не стоит становиться программистом. В своем предыдущем ролике, где я рассказывала о плюсах профессии веб-разработчик, я отдельно упомянула такой пункт, как обучение. По факту на это можно посмотреть как с положительной, так и с отрицательной точки зрения. Но если говорить именно про минусы, то постоянное обучение может не только радовать, но и раздражать. Довольно часто в социальных сетях вы можете увидеть комментарии подобного рода. И именно здесь хранится вся истина того, почему постоянное обучение – это плохо. Четвертая причина, почему вам не стоит идти в программирование, заключается в том, что даже если вы станете опытным разработчиком, у которого стаж работы более пяти лет, все равно вам будет казаться, что вы что-то делаете не так. Например, вам будет казаться, что вы слишком мало работаете, или пишете недостаточно хороший код, либо вам будет казаться, что вы слишком медленно изучаете технологии. Все это в психологии называется синдромом самозванца. В этих мыслях нет ничего плохого, но ровно до тех пор, пока вы не начнете уничтожать сами себя изнутри. Поэтому в любом случае в вашей работе должна всегда присутствовать определенная здравая доля пофигизма. И это нормально. Пятый пункт, почему вам не стоит становиться программистом, уже относится к такой философской составляющей. И вполне вероятно, что если вы только-только начинаете карьеру, то вас это пока вряд ли затронет. Но чем больше лет в программировании вы будете находиться, тем больше вы начнете задумываться о том, что все, что вы делали, было зря. И это в принципе не несет никакого смысла. Такие мысли могут появляться в момент, когда вы начнете замечать, что те проекты, которые вы делали, они уже в принципе никем не используются. Возможно, это была какая-то написанная программа, либо созданный сайт для какой-то веб-студии. И в какой-то момент вы начнете замечать, что те компании, которые у вас заказывали разработку, они просто-напросто уже не функционируют. Но такую проблему можно решить, например, созданием собственных продуктов, в которых вы будете уверены в том, что это кому-то будет полезно. Например, если говорить за себя, то в своей Google Аналитике я вижу, что постоянно люди сидят и используют мой сайт, а именно находятся на странице по шпаргалкам Flexbox, Grid CSS и те страницы, где можно скачать макеты для верстки. Конечно же, в моей практике тоже существуют сайты, которые никак не используются заказчиками, также есть определенные полезные продукты, которые используются людьми, поэтому этот минус в моем случае он немного уравновешен. Следующая причина заключается в том, что если ты не готов часами проводить время за то, чтобы исправлять один злосчастный баг, то тебе точно не стоит идти в программирование. Но, конечно же, этот пункт по большей степени касается тех, кто только-только пришел в программирование, поэтому чем больше у тебя будет опыта, тем быстрее ты будешь справляться с такими задачами. Седьмая причина связана с тем, что вам в любом случае нужно обладать логическим мышлением, даже если вас убеждали в обратном. Поэтому, если вы очень творческий человек, то, скорее всего, эта профессия вам не подойдет. Но все же я могу вас обрадовать тем, что в любом случае определенная творческая составляющая вам может понадобиться в тот момент, когда вы будете решать проблему с багом. Также творческая составляющая может помочь тебе в тот момент, если ты хочешь связывать свою жизнь не только с программированием, но и веб-дизайном. Восьмая причина связана с тем, что вам в любом случае минимально нужно будет знать английский язык. Конечно же, можно допустить такой момент, что в начале обучения в целом английский язык может быть не так уж и важен, учитывая тот момент, что на русский язык сейчас уже переведено достаточно много литературы. Но в любом случае вы будете сталкиваться с такими ситуациями, когда будете понимать, что английский все-таки важен хотя бы на уровне чтения. Ну а если уж вы хотите повысить свой уровень дохода, то без разговорного английского точно никуда. И так мы можем плавно перейти к девятой причине, почему не стоит становиться программистом и связана она с деньгами. Все мы с вами знаем, что войти в IT стараются именно из-за тех зарплат, которые предлагают разработчикам. Но если вы хотите сделать это только из-за денег, то прошу остановиться. Вы должны понимать, что вы будете сталкиваться не только с плюсами, и деньги – это не единственный плюс, который есть в веб-разработке, но и также с минусами. А вот готовы вы мириться с этими негативными моментами или нет, вы должны поставить этот вопрос и ответить честно сами себе. К тому же на самом старте карьеры, особенно первый год вашей работы, никто не будет платить вам большие зарплаты, даже если речь сейчас идет о Москве. Поэтому учитывайте этот момент, и мы плавно давайте перейдем к десятой причине, почему не стоит становиться программистом. И связана она с тем, что вам постоянно придется выполнять монотонную работу. Да, программирование – это не всегда весело, и вам придется выполнять определенную монотонную работу, которая будет тянуться из проекта в проект. Именно поэтому темы про выгорание часто можно услышать именно из уст программистов. Эту проблему можно решить, но на самом деле это тема для отдельного видеоролика, но давайте назову хотя бы два пути решения. Например, вы можете сменить свою деятельность на смежную, например, вы работаете веб-разработчиком, но вам всегда хотелось создавать приложение для iOS. И второе решение – это сменить тот проект, над которым вы сейчас трудитесь, на какой-то другой. Если после всех названных причин ты все-таки не передумал становиться программистом, то я предлагаю пройти тебе пятидневный курс, который называется «Супер Старт», и ссылку на него я оставлю под видеоролик. Также 4 ноября у нас стартуют обновленные курсы по верстке сайтов и также «Интенсив WordPress Master», поэтому если ты хочешь получить скидку на эти курсы, то ты можешь приобрести вот этот маленький пятидневный курс и уже на самой платформе приобрести курс со значительной скидкой в 30%. Обязательно подписывайся на канал, не забывай ставить колокольчик и подписывайся на другие социальные сети типичного верстальщика. Всем пока!